Всем привет! Привет! Бонжор! Халлоу! Нью-Йорк! Бангкок! Драммбэйс! Глори Холл! Пока все супер! Идрак, ты чем-то торгуешь? Или я просто хотел прилюдно использовать две вещи, которые я никогда не могу правильно использовать. Чехол для чехла. Ладно, что, есть у кого-нибудь какая-нибудь история, может быть? У меня нет. Ты не знал, что после этой фразы ничего не идет? Гар, у тебя, может быть, есть... Выбирайте, про Кирилла или про Идрака. Ого. Так, в знак поддержки я расскажу про Кирюху, как мы ездили в Питер. Мы пошли после выступления в бар, и туда пришла моя знакомая девчонка, и она очень хотела нас перетащить в другой бар, и очень навязчиво. А мы только сели, и она пришла и такая, пойдемте в другой бар, пойдемте в другой бар. И с ней была еще пьяная девчонка, подруга, и она такая, а вы что? Ну, они подсаживаются к нам, просто начинают с нами разговаривать, и вторая девчонка говорит, а вы комики, да? Блин, у меня такая история есть про комики, и просто, блин, я, наверное, не должна это рассказывать, ладно, я сейчас расскажу, блин, я не должна это рассказывать, ладно, сейчас расскажу. Короче, Руслан Белый, знаете, мы такие, слышали, слышали что-то подобное, он один раз в гостинице вызвал себе девочку в номер, мы такие, охуеть, или она двух, да, скажем, что-то там какой-то был, а она была как, ну, кем она была, гордичная? Она так, когда мы стали уточнять, кем она в гостинице работала, она сливалась с этих... Она была девочкой. Да, она была этой девочкой, да. Но сейчас она женщина. Игорь Ильич, очень какая-то глупая история, тупейшая, про то, как Белый с какой-то девчонкой был в гостинице, и вообще ничего, ну, под этим, ну, просто, ну, обычная какая-то история, и как она это что-то впалила, и она это долго рассказывает, и я думаю, надо ее как-то прервать, и я говорю, а давай я наберу Белому сейчас и спрошу про эту историю. Она такая, ну, да, ты хочешь набрать Белому? Я такой, да, я хочу спросить, реально, по-моему, зашквар какой-то, хотя-то вообще не зашквар, там просто, ну, типа, было в этом. И я меняю Кирюху Селегея в контактах на Руслан Белый, ну, меняю имя, и звоню, и такой, вот, смотри, и показываю Кириллу, возьми трубку, ну, так, он вот так нажимает, что взял трубку, и там 001, она такая, взял, и я такой, да, Рус, привет, слушай, ты че, да, слушай, ты был в гостинице? В какой гостинице? Она такая, говорит, я такой, в такой-то, он такой, ну, типа, да, я говорю, а ты слышал, мне просто по угару рассказали, что ты там с какой-то девчонкой, Рус, в смысле, это нельзя было рассказать, Рус, Рус, подожди, в смысле, это секрет, Бля, Рус, прости, Рус. И он скинул трубку, и она такая, я не должна была рассказывать, я такой, бля, мы, походу, подставили Белого, и вот так вот сижу, и меняю Кирюху в этот момент с Руслана Белого на Павел Снежок Воля, прям, прям со Снежок, прям Павел Снежок Воля, и показываю Кириллу, типа, набери мне, и Кирилл так набирает, и я такой, сижу, такой, блин, я, походу, Белого подставил, и тут мне звонок, и там Павел Снежок Воля звонит. И я такой, в скобочках Камеди Клаб, гламурный подобный, я такой, блин, Воля звонит, они обе сидят, они пьяны, и они такие, ни хера себе, Воля, а че он звонит, я такой, я не знаю, я беру такую трубку, такой, да, а, Рус, это ты, у тебя зарядка села, да, че случилось, да, ты на корпоративе Камеди, ну и начинай просто разгонять про то, что я какую-то страшную тайну открыл этой истории, и его какого-то хуя теперь могут уволить из Камеди Клаба за эту историю, потому что она стояла на громкой, и это все услышали, и я этой девочке такой, че ты наделала, вообще, че ты наделала, и она пьяная сидит, такая, может, я сама наберу, извинюсь ему, просто, ни за что вообще извинять. Она прям достает и звонит со своего номера. Алло, Русик, прости. Помнишь, я приходила к тебе тогда? Да, и потом я меняю номер Павла Снежковоля на Гарик Юрьевич Мартиросян, и мне звонит уже Мартиросян. Да, это тоже его Камеди Клабовская кличка. Да, Юрьевич, да. Юрьевич. И причем, девочек вообще не смутило, что мне за три минуты набрало три легенды юмора российских, и мне просто звонит Мартиросян, и я такой, блядь. Она такая, что такое, я такой, он главный в комедии, мне похоже, мне похоже конец. И я вот так отхожу с телефоном, и такой, да нет, да нет, Гарик, пожалуйста. И возвращаясь, я говорю, меня и Белого уволили из юмора. И она такая, что я наделала? Я такой, зачем ты это рассказала? И пацаны подыгрывали, такие, блядь, реально, Гарик же главный в комедии, Мартиросян, что ты сделала? И там еще Урган, да, по-моему, звонил? Да, в итоге Урган позвонил и уладил всю ситуацию. Потом, да, мне позвонил Ургант, и она такая, а дай я посмотрю, а Ургант, это у меня реально номер есть, да, типа, еще. Она говорит, блин, не могут, что-то все прям звонят, типа, тебе? Я говорю, ну вот, смотри, я открываю контакт того Урганта, и там, знаешь, фотки какие-то. Она такая, бля, реально, они все звонят. То есть так вообще подставилось жестко. И, короче, они ушли, и я не представляю, что у них вообще на душе лежало в этот момент. Они такие, блин, я просто рассказал историю про гордичную, блядь. Нет, я думаю, она ушла, я такая, типа, джекпот, моя галимая история про белого обросла теперь пиздатой историей. Она пошла теперь в следующий бар, который вас звала, я такая, вы не поверите, что сейчас было. Девчонки мне все звонили. Давным-давно я просто быстро попекалась там что-то с белым, но это фигня, вот к чему это привело. В России только что стало меньше комиков, представляете? Все на ушах стоят теперь в юмористической среде. Ты говоришь, что девчонок не удивило, что за три минуты тебе звонят, там, типа, разные чуваки из юмора. А меня именно, что девчонок не удивляет, что ты такой, сейчас, секунду, прям, меняешь что-то в телефоне. Кирилл, позвони мне. Что ты ему сказал? Не важно, что я ему сказал. Кирилл, набирай. Кирилл там что-то под столом что-то делает, он такой, о, нет. Нет, нет, я такой, Гар, все, сейчас набирать. Все, я сейчас набираю. Я говорю, а, набери, ты теперь как снежок записан. Я не знаю, какую можешь мораль вывести из этой истории? Есть вообще мораль? Хватит трахаться в гостинице. Если горничная что-то знает, ее нужно устранить. А у тебя бы еще была история про ядрака, да? Да, да, конечно, конечно, расскажи. Идрак уезжал в гастроли, мама Идрак сейчас живет... На гастроли. Заново, кат. Кат, хочу быть русским. Просто, просто хочу, чтобы чаще звучало, Идрак уезжал на гастроли. Как промо твоих гастролей. Идрак уезжал на гастроли, и у него мама здесь сейчас живет, и он сказал, можешь зайти к моей маме домой? Мы вот в целом, кстати, ходили. И мы пришли в целом к маме Идрака, прекрасная женщина. И она играет в нарды. Ну, как и все мы играем в нарды. Я, Идрак, Артур, ну все играем в нарды. И мы начали с ней играть, рубиться в длинные нарды. И счет 2-1 я выигрываю, прости. 2-1 я выигрываю. А в нардах очень тяжело поддаться. Вы умеете в нарды играть? Да, спасибо. Это одного достаточно. Я выигрываю 2-1. И идет, короче, четвертая игра. Маме Идрака говорит, там у тебя ты не заметил, у тебя фишку ты оставил. Ну, вот это, как для нарды называется, нарда, да? Она говорит, ты ее оставил. И я, получилось, реально не завел ее в дом. Охеренно я провел, объясняю. И получилось так, что я проиграл в итоге. Потому что, ну, ошибся, не завел. И она говорит, получается, ты проиграл 2-2. И я говорю, да, получается 2-2. И она говорит, фух, хорошо, что 2-2. А то если бы ты меня сейчас выиграл, я бы уснуть потом не смогла. Я такой сижу и такой, ну, она такая, нет, я серьезный. Я настолько азартный человек, что, типа, если бы я тебе проиграл, я бы не смогла, я бы всю ночь переживала, что я тебе проиграла. Я пока не умел играть в нарды, не спала. Я такой, господи, какой я чудовище. А я играл, вообще ни о чем не подозревал, думал, что все нормально. И потом проходит время, и мы опять заходим. Уже вот тогда с Эллом, то есть у Драка была. И мы с Эллом заходим опять к маме и Драке, что-то там, на вечер, на ужин. И она такая, хочешь в нарды поиграть? И я такой, ну, можно, в принципе. А сам такой, думаю, блин, а как мне теперь играть с мыслью о том, что если я выиграю, она не будет спать, взрослая женщина все равно будет переживать. Я жестко поддавался и кое-как проиграл. Это самые напряженные минуты в моей жизни были. Я просто играл такой, хоть бы я не выиграл, хоть бы я не выиграл. И мама и Драка побеждала, и такая, да! И сразу вырубилась. Да, слушай, что она просто... В ту же секунду заводит последнюю и такая... Я все. Я попробую объяснить, просто предыстория. Я с мамой разговаривал, кто как играет в нарды из стендап-клуба. И я говорил, что... Это и есть тест такой ВКонтакте. Я говорил, что, ну, Гарику проиграть — это позор. Нет, так смешно было еще. На следующий день мы встретились на улице как раз с твоей мамой. И Гар тоже подошел. Я говорю, пойдемте ко мне на чай, мы заходим на чай. Вы помните, мы просто набрали что-то сладостей. Я сделал чай, и они опять начали играть в нарды. Они сидят играют в нарды, и Гарик чуть-чуть начинает выиграть. И в итоге мама начала, ну, что-то говорить про тебя, что, типа, вот, и Драк то, и Драк сё. Ну, как мамы любят, там, типа, говорить. И, короче, что-то, что, вот, и Драк, конечно, полнеть стал. Набрал, да. Да, набрал. И Гар такой, да, и Драк, конечно, сейчас толще, чем был. И она такая, она такая, не, ну, Гарик тоже толстый. Да, то есть стоило Гарику чуть-чуть поддержать. Она такая, ну, не такой толстый, как ты, конечно, Гарик. Нет, а в меня прям отрикошетило вообще просто незаметно. Знаешь, как мяч отскакивает и в лицо тебе. Просто мы сидим, вообще про меня речи нету никакой. Она что-то такая, нет, там, по-моему, не я спросил, она ответила, а была какая-то логичная беседа, я что-то вкидывал, и вы просто вот так общаетесь. Она такая, да, он набрал, конечно, нужно за весом следить. Не, ну, Гарик-то тоже толстый. Я вот так сижу сбоку и такой, может, вам еще в нарды проиграют? Я вел как-то микрофон на шесть человек. И они все были по парам, и каждая пара как будто бы специально разделилась, потому что там были женщины около сорока, два чувака каких-то пьяных друга, и пара одна, мужчины и женщины. И когда ты ведешь микрофон на шесть человек, ты немного переживаешь, что кто-нибудь из них уйдет, потому что останется меньше, чем шесть. Вот. И как бы все идет нормально, но вот эта вот пара, которая сидит, чувак явно не слушает, он куда-то все время смотрит вбок. Я к нему обращаюсь, я такой, слушай, блин, ну, типа, от тебя требуется всего лишь, как бы, внимание немного. Ты зачем сюда пришел? И он такой, типа, ну, я не знаю, могу рассказать историю. Я думаю, ну, ладно, терять нечего, раз ты за этим пришел, иди рассказывай историю. И он выходит к микрофону и рассказывает историю где-то на два года длиной, про то, как собака чуть не откусила ему пенис. И это не его собака была. И не его пенис. Да, и не его пенис. Все аплодируют ему. Все пять человек, да? Блин, атмосфера очень крутая, я представляю. Он садится обратно к себе на место, к девушке, и через две минуты уходит. Вместе с ней. А с ней? Да, вместе с ней. И осталось четыре человека. Блин, 30% зала ушло, прикиньте. Потому что надо было его, наконец, он хедлайнер явно. Я не знал об этом. Ему самому так его истории не понравилось, что он такой, не, я ухаживаю отсюда. Что это за мероприятие? Там и дальше такая хуйня, да, будет. А люди смеялись над ним? Ну, над пенисом смеялись. А в целом над мероприятием? Подожди, он показал пенис? В целом над мероприятием. Вот, смотрите, обгрызанный. И там прям... Так капает. И там прям следы, знаешь, откусанных. У него такой безумный взгляд. Согласитесь, что заканчивать день клево с кем-то? Серьезно? Серьезно? Опять это раскол. Ну, начинать клево одному. А, я попал во фрактал. Я уже был, я уже был здесь. Когда ты это говорила. Я тогда там сидел. И вот отсюда вопрос. Я тогда худой был. Игорь, нет. Вода, надо пить, чтоб худеть. Как тактично прогнать девушку утром? Такси? Это в прошлый раз было. Я думал... А, ты новые варианты хочешь? Ну, я думал, новые комики, они уже по-другому разгонятся. Так я старый, я тебе уже шутки буду вкидывать, что и тогда. И я тоже был. Ну, а Коля и Драк, я вот их хотел послушать мнение. Было такое, что ты можешь ей сказать, что ты вампир и просто лечь в гроб и все, и закрыть крышку? Нет, ну такого в прошлый раз не было, кстати. Пожалуйста. Вот, спасибо. Было такое, что ты спайдермен, и такой из окна такой, и улетаешь на паутине. Не, не, кстати, клево разогнали. В новый сонник. Кстати, прикольно, я вообще-то супергерой. И просто начинаешь про ней одеваться. И погиб из окна, выпал. Можно еще предупредить, что я лунатик. И просто посреди ночи прям, все, тебе пора, давай, уходи. С закрытыми глазами. Надо сделать вид, что тебе позвонили с работы, там Павел Снежок-Волина. На Павел Снежок-Волина. Опыт есть. И такой, блин, мне срочно надо куда-то ехать. Срочно одеваешься, она по-любому тоже начинает собираться. Да, да. И она уходит. Сказать, ту историю про Белова раскрыли. Она уходит, ты закрываешь дверь, раздеваешься, ложишься спать. О, надо жестко задушнить. Вот что нужно сделать. Открыть твиттер сразу. И такой, бля, ну всех сажают, бля, ну как можно за это сажать. И вот так сесть, просто так. Сука, бля. Мы проиграли, получается. Она такая, в чем? Ты такой, да. И Кирилл, что ты душнишь? Что ты душнишь? И тут ты такой, я, блядь, душнила, иди нахуй отсюда. А еще, если можно менять телефон, типа, и делать вид, что звонят, ты в ее телефоне, типа, твой начальник меняешь, и ей звонишь. И такой, блядь, тебе звонит твой начальник, тебе пора. Алло, да, да, я сейчас ее выгоню. Не, она такая, так это твой начальник звонит, у меня же твой написан. Ты в ее телефоне меняешь. Но ты мой начальник должен написать. А, да, мой начальник. Не, а если будет твой начальник, мы постоянно такие, это твой начальник. Я им скажу, нет, это твой начальник. Так написано же твой. Слушайте, вообще местоимение не нужно, можно же просто начальник. Никто же не записывает, моя мама. Я хочу теперь моя мама записать. Блин, чей это начальник у меня в телефоне. Вы согласились, хороший разгон, то есть даже второй раз, ну вот как разошлись. Всегда... Блин, я тоже что-нибудь из старого возьму. Давай, да мы, правда, мы изменились как люди за это время, мы придумаем новые шутки. Это, знаешь, это как в сериалах, когда та серия, где они вспоминают... Я не навигу эти серии. Любимые разгоны. А, меня недавно Акинатор нашел. Ну, теперь просто сразу вопрос. Он толстый, да, Гарик. Мама и драка считают вас толстым. Я такой, чувак. Я вот считаю, что проблема, наоборот, в обратном. Типа, если ты хочешь, чтобы девушка осталась, а она хочет уйти. Вот это нужно придумать, как заставить ее остаться. У меня PlayStation. Я думал запереть квартиру. Или вот так. Луч солнца золотого. Нет, это относится к тому, чтобы она быстрее. Такая разворачивается. Черт подери. Черт подери. Да ты еще ебанутый. Нет, это как раз, чтобы она ушла быстрее. Идеально работает. Ты просыпаешься, такой... Ох, свет. Луч солнца золотого. Сквозь штору к нам проник. Да, и ты голый, и я поставил ногу на подоконник, так, чтобы тебя свет божественно окутывает. И на нее тень от твоего члена. Вот так, знаешь, вот так на лицо. Чтобы у нее загар так остался. Да долго стоять часами. Что-то ушло не просто. А есть же еще вот этот момент, когда вы с девушкой пьяные были вечером, но просыпаетесь-то вы трезвые. И уже отдаете... Ну да, это так работает. Алкоголь просто. Есть такие моменты, наверное. Что ты... Алкоголь, он не вечно в крови получается. Не вечно вообще. То есть ты как бы вечером пьяный, но когда спишь, он... Это просто жесть. Это загадка. У вас так? Это жесткая загадка. Но если много пьешь, то еще утром бывает пьяненький. Это просто жесть, но потом это все равно проходит. Вааа. Алкоголь. Так, так. И утром, не знаю, ну то есть вы вечером типа не отдавали себе отчет. Да, глупо, с утра тоже начало бухать. Верно такое. Ну ладно, было весело. Девушка такая, эээ, добру ты туда-да-да-да-да-да-да. И улицы разбитых фонарей включил. Так, слушай, а вот ты когда, ну ты приезжал к девушке, да? Допустим. Ну вот допустим, да, типа в квартиру. У тебя остается, ну есть желание типа остаться? Нет, нет, у меня же есть мой дом. Мне кажется, есть какой-то момент неудовлетворения просто с утра. Я один раз, у меня так было, как у тебя. Ого. Вот. Потом я такой, ну что, пойдем позавтракаем. И мы пошли в какое-то кафе, позавтракали. А потом такой, у меня дела. И пошел. Да, это хороший фон. Ну как бы никто не в обиде. Мы послезавтрака тяжело, да, сказать. Куда, бля? Ну типа. Дружба. Вот все ругают отношения. Говорят, отношения это сложные. Отношения между мужчинами и женщинами имеется в виду. Мне кажется, отношения между мужчинами и мужчинами тоже сложные. И между женщинами и женщинами тоже сложные. И комбинируйте тоже, там тоже все сложно. Дружба это сложно. Слишком много правил у дружбы тоже. Типа, тоже много обязательств каких-то, и тебе не хочется их выполнять. Есть выражение, друзья познаются, друг познаются. Есть такое выражение, друг познается в беде. Мне очень не нравится это выражение, потому что я не был никогда в беде, но познавался очень много раз. И никогда я не делал это с удовольствием. Я вообще не люблю друзей, которые просят помощи. Друг, когда звонит и просит помощи, я отвечаю на телефон. А помощь какого формата? Ну, типа, вот у меня кто-то там, что-то там случилось, можешь подъехать, помочь, там, разрулить ситуацию, побыть свидетелем. Побыть свидетелем? Ну да, если это друг-убийца. Я подумал, на свадьбе ты такой, блин, да ну-на. Ну, я не всегда спрашиваю, я всегда соглашаюсь только из-за этой фразы. Я вспоминаю эту фразу, друг познается в беде, и я, типа, выну, я же друг, я должен помочь. А я не хочу, мне всегда звонят, я думаю, простите, иди нахуй. Потому что, что это за друг, который попал в беду, и решил напрячь друга. Что ты за друг, подумай о себе, насколько ты хороший друг. Мне кажется, друзья познаются в радости. Вот, если вы можете веселиться вместе, вы друзья. Друзья познаются в нардах. Мне вот еще интересно про срок годности у дружбы. Ну, сколько нужно не общаться с человеком, чтобы... Чтобы все еще можно было познаваться в беде. Да. Типа, если 10 лет вы не общались, да, и он такой, слушай, беда. Ну, типа, такое, у меня много там всяких там саратовских каких-то кентов или там кого-то, знаешь, кто даже переехал. Я годами не общаюсь, и они в какой-то момент мне, приходи на ДР в субботу. У меня была история, когда я познакомился с чуваком через друга, знаете, вот эти друзья через друзей, которые тебя через пару совместных встреч считают пиздец кори фаном. И он меня позвал на свой ДР в заводской район в Саратове. Это прям, ну, такой, знаешь, был такой самый хард. И мы пришли, и я никого не знаю, кроме этого чувака, потому что тот общий друг не смог прийти. Я просто вот так сижу, все люди незнакомые, и все такие, знаешь, такие, ну, опасные по виду, ну, такие это. И родители что-то уходят, и говорят, ну, все, мы уходим, оставляем вас, и они уходят, и все клей достают в эту же секунду. Я вот так сижу, и начи что-то нюхать, что-то это все. И я сижу, и в какой-то момент, чтобы вы понимали уровень ДР, через какой-то момент звучало... Какой-то момент. Браво, браво. Принимаю там, друзья Гарика на табличке. И через пару моментов... Ой, вырежите Колю, оставьте... Вырежите Колю с его приколом, оставьте, что это я придумал. Нет, через какой-то момент, как сказал Николай, звучит фраза на столу. Да, Гарик не русский, но я с ним дружу. Я думаю, блин, если эта фраза звучит, то точно странная компания. И потом, с ней уже связана история, как раз вот я вспомнил, почему. Потому что он меня один раз... Я отказался на следующий ДР прийти по непонятным причинам. Подумал, что не надо, наверное, на следующий идти. Он такой, а давай тогда отдельно встретим там, типа, я соберу круг. И тоже он, и девушка. И мы пошли в караоке. И мы сидим втроем в караоке. И он в какой-то момент такой... Достает клей. И он такой, о, спой эту, пожалуйста, мне в чизнюхе, вот эту, ваше, вот эту. Все хочу делить с тобой поровну. И я такой, что он говорит. Ну, вы же все круто поете вот эти кавказские песни. Вот он все хуё-баё, и как еблан пел Тимура Тимирова. У меня вот еще была схожая ситуация. С другом тоже долго не общаюсь. Он в какой-то момент пишет, и прям так пишет, как будто... Ну, я не знаю, как будто что. Взаймы хочет взять. Ну, не, он такой, эй, Кирюха, как дела? Эй, моряк. Аудио. И долго спрашивает, чем занимаюсь, как там у меня в комедии. И такой, давай встретимся. А я сам думал, да, блин, мы же когда-то клево общались, нужно встретиться. Вот. И я прихожу в кафе, где мы договорились встретиться. И вижу там еще людей. И оказывается, он таким образом собирал всех, чтобы в сетевой маркетинг всех вступить. Блин, я восхищаюсь такими людьми, которые вот прям... У них есть энтузиазм предлагать вот это, зная, что вообще всем плевать почти. Нет, подождите, это точно не пирамида. Просто пирамидальная система. Ну, подождите, подождите. Ну, там вот такой момент был. Я просто... Момент. 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 Я решил, дослушаю все, что мне скажут. Скажу добро и уйду. Вот я слушаю, слушаю. И мне говорят, ну и как ты, что ты, давай, нужно небольшой вклад. И все такое. Я такой, ну я что-то не знаю. И он такой, ты не знаешь, хочешь ты быть богатым или нет. Продавил. Да. И вот я по сей день в этой схеме. Прикольно, да, ты сейчас прям достаешь. Такой, ребят, возьмите эти ножи. Смотрите, какие ножи хорошие. Короче, много обязательств с друзьями. Друзья идут нахуй. Согласен? Иди нахуй. Блин, я рад, что ты мой друг. Не, дружба, она сама собой получается. Я вот на что обратил внимание. Что если это отношения с девушкой, то вы... То есть в дружбе, короче, нет момента, когда вы в какой-то момент такие, а мы типа дружим, да? Давай определимся, какие у нас отношения. Да, мы друзья. Да, у нас есть друзья на стороне или мы... Мы всем говорим, что мы друзья. У нас свободная дружба. Вот, и что, в общем... Например, я вот с этим Леней просто прекратил общаться после этого. В отношениях так нельзя. То есть как будто я Лене... Мы не проговаривали, что мы прекращаем общаться. И я могу ему сейчас вот написать... Эй, Леня, погнали играть в футбол. А в отношениях нужно проговорить, что вы больше не встречаетесь. Нет, в дружбе тоже есть такой момент. Смотри, бывает такое, что ты с кем-то, ну, например, по пьяни на тусовке начал супер круто здороваться. Именно один раз. Ты прям такой, да. И у меня такой тип есть. Я его имя даже не знаю. Но каждый раз, когда он меня видит, он говорит... Даже если я просто стараюсь дистанционно поздороваться, он говорит, иди сюда. И обнимает меня очень клевко. Нет, это не малой. Да, просто человек, с которым ты видишься только в баре. Да, да. И даже если ты туда зашел только чайку попить, он такой... Уааа, брата! У меня есть тип до сих пор... Мы в пора виделись. У меня есть тип до сих пор в записной книжке, в которой там как-то имя и Kings of Leon написано. Я типа познакомился с пользователями в стерео, и там играла Kings of Leon, и мы все пьяные были, и я подпеваю, и смотрю, в другом конце бара этот чувак подпевает, мы вдвоем только подпеваем, и он смотрит, и я такой, продолжает подпевать, и я что-то подпеваю, и он ко мне вот так идет, просто такой, брат, и мы вместе такие, подпеваем, это было, когда я 4 года назад, или 5, да, и мы подпели, он говорит, запиши мой номер, и я записал, типа, там, Ваня, Kings of Leon, и он до сих пор мне, в телеге, знаешь, онлайн высвечивается, я так смеюсь, что мы ни разу не виделись после этого. Не пели даже вместе потом песни? Не, ни разу, да, не ходили. У меня есть такой же человек, мы причем же про один бар говорим все, потому у каждого есть, видимо, такой друг, потому что однажды я там тусовался, и какой-то чувак видит меня, и такой, йоу, здорово, у тебя знакомое лицо, блин, кто же, а он так приветлив был, и вот в этот момент, когда говорят, я тебя где-то видел, всегда же стрёмно говорит, ну, я суперзвезда стендапа. Руслан Белый, вот у Гаррика записывается. Вот, я всегда в этот момент начинаю угорать, и я ему сказал, что я видеоблогер Мамикс. Он такой, а я Мамикс. У тебя очень знакомое лицо. Да, я Бэнкси. Вот, и прикол, что это... Да, я Гурбангулы Бердю Мухамедов. Я президент Туркменистана Гурбангулы. Знакомое лицо, да, да, это я. Так это было тоже, это года три назад было, я при нём прям беру, захожу в Инстаграм Мамикса, подписываю, говорю, вот это я, он такой, ахуеть! Вот, и вот мы до сих пор ведёмся в стерео, здорово, чувак! Здорово, Мамикс! А там вообще не похожий, да, чувак, нет? Ну, это не мне судить. Ещё бесит, знаешь, типа бесит, когда ты, ну, когда ты понимаешь, что ты только... В этом и есть твоя дружба, познаваться в беде. То есть это вот всё, что есть. Да, да, вот-вот, вот-вот, вот-вот. Клёво, клёво. Перевод с английского, что-что, что-что. Не бесит этот момент, когда, типа, люди такие, типа, реально берут у тебя в долг, такие, типа, друг, друг, дружище, друг, братан, да, типа, дай денег в долг. Да, прикрываются словами. А потом, и такие, типа, до конца недели кровь из носа, бля, буду. И, ну, типа, доходит конец недели, конец месяца, конец года. И ты такой, блин, слушай, а ты там, ну, короче, ты себя чувствуешь неловко напомнить про этот долг. И ты такой, блин, слушай, там деньги, и ты такой, чувак, чё ты про деньги? Я думал, мы с тобой друзья, мы же друзья, ты же бро мне был, ты милый у меня, бро, а ты весь, чувак, вот ты в это, я с тобой больше, я тебе даже бабки не верну теперь. Бля, иди нахуй, я ненавижу деньги давать в долг. Я в Саратове пятеру занял, и он всеми вообще способами отмазывался, он говорил, что он в аварию попал, что он работу потерял, и в какой-то момент я ему звонил, он такой, а, у моей мамы подозрения на рак. И я такой, о, ну, это я подозреваю. И я такой, я такой, я такой, знаешь, я буду конченой гнидой, я думаю, лучше я буду, ну, как чувак, нормальный, ну, наивный дебил, и скажу, окей, там, если нужны, там, эти, чем я такой, не верю, ты уже меня с машиной обманул, знаешь, а вдруг правда. И потом я ему звоню через месяц, и он на какой-то тусе, и такой, да, бро, привет, вот с таким голосом, я говорю, как там мама, он такой, а че с мамой, и я такой, бля, это как чувак, говно. У меня был такой случай реально в универе, чувак у меня занял, блин, пять косарей всего попросил, знаешь, типа, реально такой, типа, ну, пять тысяч, но в универе все равно я такой, блин, это, ну, деньги, и он тогда, нет, он просто по такой еще схеме, то есть есть такая штука, когда ты возвращаешь часть долга, то потом, ну, типа, если тебе возвращают часть долга, ты потом такой, блин, ну, мне хотя бы часть вернули. Да, да, да. И вот он, типа, я помню, он мне отдал, типа, косарь, потом спустя, там, че-то месяц-два, и еще косарь, и я такой, Потом сто рублей. Не, не, почти половина, я такой, почти половина, знаешь, это что-то с чем-то смелось, и я, ну, я для себя решил, что я за три тысячи рублей купил себе право считать этого человека мудаком. Все, ну, ну, а че делать еще? Все, это мой урок, я за три тысячи рублей купил себе такой урок, и закончил универсию, мы с этим человеком никогда, ну, вот, после этого не общались. Его зовут Павел Дуров. Нет, и в какой-то момент, я не знаю, это пару лет назад было, что-то мы едем с другом, я не помню, с кем, блин, с Артуром, по-моему, с Артуром мы едем просто, типа, с рулем, и рядом со мной равняется тачка какая-то, и прям равняется, и чувак такой, вот так начинает там, ну, общаться, и я понимаю, что это тот тип. И он тебе три тысячи сует. Нет, нет, чувак, нет, но у меня первое, что я помню про него, потому что вот, ну, у нас не было нормального общения в универе, то есть это просто йоу-йоу, привет, ну, вот эти, которые типа, типа, друзья, знаешь, но по факту все, что я о нем запомнил, это что он мне так и не вернул бабки и сливался как гнида реально все это время. Неприятное просто воспоминание. И я понимаю, что он, наверное, знаешь, Артуру узнал или еще что-то, или он там видел, знаешь, канал. Ну, короче, если бы я вот, ну, условно, хуй и хуй с ним, типа, все, он, а тут он такой увидел, такой, о-хо-хо, и он еще с кем-то ехал, он такой, я знаю этих чуваков, знаешь, какая-то вот явно такая фигня была. И мы, он такой, типа, оказывает, останови, мы останавливаемся, он такой, дай еще пять тысяч. Нет. И мы, короче, останавливаемся, выходим, и он ведет себя так, как, ну, реально, он никогда так не велся в универе. Ну, вот, реально, как будто бы перед, по-моему, он с девчонкой ехал, прям такой, йоу, братан, дружище, сколько лет, сколько зим. И я такой, привет, да, три тысячи мне хочешь вернуть? И он такой, а что, я тебе, я такой, да, помнишь тогда? И он такой, блин, да, помню, а я не вернул, я такой, нет, не вернул. Я могу прям сейчас, он такой, верни. Я просто стою, я как гнида, я такой, ну, ты же гнида, я, ну, просто, ну, асхуяли, я буду с тобой дружить, мы не друзья. И он такой, ня-ня-ня, и девушка его уходит к тебе. Не-не-не, и он просто, ну, он реально достает, типа, три тысячи, я беру три тысячи, такой, все, я поехал, пока. Чувак, я себя таким, я так себя прекрасно чувствовал, пассажир. Я прям такой, иди нахуй, реально, потому что, братан, не братан. Ну, да, прикинь, он такой, Эл, извини, просто у этой девушки рак. Не, прикинь, он прям такой, блин, Эл, какая гнида, Эл, мы же прям, мы прям вот так, вот так вот, прям. На той дороге, и остановились, и он потребовал деньги. У меня, я тоже тогда, у меня тоже было... Сейчас, извини, можно я тоже еще в эту штуку? Я подумал, что, наверное, это был для него худший вариант встретить старого знакомого. Он такой, о, я знаю этих чуваков, знаешь, перед девчонкой. Такой, да, давай, я их торможу, такой, бля, три косаря отдал. Бля, как будто бы ментам просто. Остановили на дороге, заплатил три тысячи и поехал дальше. Что это было вообще? Это плата за то, что он увидел Артура вживую. Ну теперь я его больше не считаю мудаком, все. Я потом на встречу выпускников, если с Элом где-то встретитесь. Мы даже не из одной группы, то есть это какой-то чувак из параллельного там чего-то. Мира. Короче, я еще когда жил в Новосибирске, у нас там был комедий-клаб Сибирь, мы выступали, там были миниатюрщики. И один парень из миниатюрщиков, не помню, как они сейчас назывались, занял у меня тысячу рублей. Тысячу, казалось бы. Отдай, вопрос решен. Но я вошел в положение, потому что он рассказывал про тяжелую жизненную ситуацию. И сейчас это победитель битвы экстрасенсов. Ой, я знаю его, я знаю этого чувака. Он должен мне косарь. Это я не предвидел. Не, он предвидел, что ты не надавишь на него. Так, ну согласись, бесит же не сам, ну то есть косарь и косарь, хрен с ним. Бесит то, что тебя типа посчитали долбоебом, с которым можно не отдавать. Тут вопрос не в сумме, а именно в отношении. То, что он продолжал, ой, да нет, я не могу. Да, да, то, что он опять же, он у меня тоже, он выиграл битву экстрасенсов, он предсказывал будущее. Но все, что я помню, пидор-косарь должен. Я, короче, это к тому, что вот друг познается в беде, на самом деле любой человек познается в беде. В беде должен помогать любой, кто рядом. Типа, если ты попал в беду, прости помощь у того, кого видишь. Кто проходит, ты такой, эй, стой, 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 помоги. Друг, помоги. Ну просто, ну именно из-за этого же все как-то сцепились друг с другом. И воинственно друг к остальным людям относятся. А если так, каждый друг другу помогать будет. Семья, дружба, это институты, которые не нужны. Вообще с деньгами такая штука, что... Да? Да. Все. Такая штука, что типа, ну не факт, что ты можешь, что человек сам не может решить эту проблему. Он что-то не спрашивает, можешь ли ты решить эту проблему или нет. Он просто, помоги, брат. Да. То есть у меня, например, было две ситуации. Один раз я был в какой-то депрессивной состоянии, какой-то у меня был. И я такой, можно пожить у тебя, чувак, типа какое-то время. Я пожил у чувака два дня, и он такой, ну все, наверное. Я такой, хорошо. И поехал домой, брат. Ну типа, решать свои проблемы сам. Потому что так они не решаются. Либо мы до конца жизни будем вместе жить, что тоже не круто. То есть он на самом деле тебе помог тем, что сказал уезжай. Да, я не считаю, что он мне не друг теперь. А второй раз у меня сгорела квартира, и тогда я тоже должен был жить. Ну не должен, но я просто такой, слушай, можно у тебя пожить, пока я не разгребу? И он такой, все. Ну типа, наш статус никак не повысился и не понизился от этого. Ну, по идее. То есть ты не относишься к нему лучше из-за того, что он пустил тебя пожить к себе? Ты про это, да? Да, я думаю, что да. Да. А я... Не надо относиться лучше? Мне кажется, ну я и так к нему хорошо относился. Ну, теперь он в ранге святых. Ну вот, а если вот ситуация, как у Коли, ты говоришь, ненавижу, когда про... А если вот такая крайняя ситуация, когда у тебя квартира сгорает, кому ты будешь? Ты же позвонишь кому-то. А что, квартира сгорела, там пола нет, что ли? Нет, чтобы перекантоваться у кого-то. У тебя горит квартира, и ты вместо... Ебать! Мне пора! Ва-та-фак! Офигеть! Ва-та-фак! Так сложилось, что у меня есть еще профессия определенная. Я рисую мультфильмы, занимаюсь анимацией. Я работал в анимационной студии. Блин, началось как-то за упокой прям. Так сложилось. У меня заебись вообще. Я пиксар. Я работаю и делаю мультики для детей. И очень часто в данной ситуации какие-то странные люди решают, что любят 10-летние дети. То есть люди, которым за 30 иногда. Мамы, которые не смотрят мультфильмы. Я в какой-то момент подумал, что круто было бы работать в офисе с 10-летним чуваком, который мой начальник. Он сидит, ну вот. А в чем трабл главный? Что взрослые говорят какую-то фигню рисовать? Да нет никакой фигни. Просто я не знаю, что реально дети хотят. Очень часто бывает такое, что типа... Да непонятно, как спросить, да? Да! То есть если они не работают с тобой, то странно, если ты такой на детской площадке. А чего бы ты на самом деле хотел? Пости. Да? Пости у школ, да. Да, какие мультики тебе нравятся? Каких мультиков тебе, кажется, не хватает? Я могу нарисовать такие мультики, которых тебе не хватает. А как вообще мультики придумываются? Вот так просто... О, вот стакан. Давайте он будет разговаривать. Да. Разговаривающие предметы. Да не-не, они пытаются же там типа... Так, дети нужно, чтобы ели больше овощей. Давайте будут главные герои овощи. Чтобы они хотели их уничтожить. Мультики придумываются так. Сначала кто-то приносит идею, типа, вот у меня есть два угарных персонажа. И потом, ну, открываем аналитику, смотрим тренды в мире, читаем РБК, вот это все. А потом, что нужно детям от семи до десяти, примерно так. Ну и стараемся запихнуть туда что-то воспитательного характера. Типа, не тыкайте ножом никого. Это новейший завет. Не тыкай ножом. Бро. Не расчленяй. Кент. Кстати, по поводу женщин, очень часто среди отделок, которые отвечают за какую-то безопасность информационную, бывают такие предъявы, что образ, ну, женщины не должен быть домохозяйкой. То есть все в ногу со временем. А как дети узнают, что это женщина? Черт, ты подожди. Мы рисуем большую грудь, здоровую задницу. Волосы длинные. И должна быть сексуальной, короче. Нет, сексуальной она может быть, но смотря какой мультик, опять же, на какую аудиторию направлено. От семи до десяти, наверное, там самый сексуальный образ мамы. А у тебя нет такого, что ты рисуешь, как бойцовский? Что? А что, мать не сексуальная? Ну, какой-нибудь ты прям в нижнем белье рисуешь. Нет, у тебя не было, когда ты рисуешь, что ты такой, как в бойцовском клубе, думаю, прерисую два соска какие-нибудь. Бывает такое, да. Я сам оставляю ради прикола. Иногда бывает, что нарисуешь пенис, а потом закрашиваешь его картиной. Но ты это знаешь, да? Ты знаешь, что он там, да. Вы бы знали, что творится под этим, что под этим брокколи. И ребенок так целует рисунок, ты такой, да, да, целует. Ну, а тебе реально могут сказать, что девушка должна быть более сексуальной? Ну, есть такое, что если чуть-чуть... Я никогда не рисовал мультики старшей аудитории 14 лет, поэтому где-то на границе было такое, что давайте попробуем сделать ее чуть более сексуальной. Потому что вот я смотрел Totally Spice только потому, что они секси. Они секси, да. Они секси были. Их эти еще латексные, облегающие... Вот, латексные костюмы. Три девушки в латексных костюмах. Почему девушки так не ходят по городу? А я смотрел Powerpuff Girls, потому что они остроумные. Заргурл. Заргурл ты, блин. А я смотрел месседж Girl18, потому что это порнуха. Может, проблема в том, что дети никогда не знают, чего они хотят. Ты просто должен попадать в их вот эти моменты внимания. То есть ты их должен реально придумать сам. Ребенок не придумает, что он хочет. Кстати, если ты ребенка спросишь, что ты хочешь, он такой... С сыром. Просто чтобы... С сыром. Макароны и сыр. Блин, ты меня сейчас показываешь. Не, ну это же реально ребенка. Ты спросишь, что ты будешь... С сыром. Ну потому что, если ты его... Сплавленный. Просто схватишь и спросишь, естественно, он потеряется. Но если ты оденешь его в пиджачок, посадишь его во главе длинного стола, люди с блокнотами будут сидеть и спрашиваются тебя, ну на этой неделе, что тебя интересовало? Сыр. Сыр. Значит, будет мультик про сыр. Ты когда последний раз видел мультик про сыр? Вот уже хорошо. Да, ну как будто бы там все будет из сыра. Ребенка поставили во главу компании, у них все мультики про сыр. Ну ты видел, что дети едят? Вот реально, я помню, что я такой, типа, а что ты сегодня будешь? Макароны с сыром, чтобы вот расплавлились. А на обед? Бутерброд с плавленным сыром. То есть, по сути, я ел тесто и сыр. Если бы меня поставили во главу корпорации мультфильмов каких-нибудь, я такой реально, у меня хлеб и сыр были бы главные герои. Такой потрясающе. Я бы сидел, жрал бы это и смотрел бы про это. У тебя был бы мерч. А вот есть такие мысли, типа, ты анализируешь успешных мультяшных героев и пытаешься понять, почему он успеет, типа, Микки Маус, ты такой, «Бля, он же мышь». Ну просто сидишь такой, почему он успеет, он же вот просто макар. «Мыши любят сыр». А, все. Вопрос закрыт. Дети такие, да, такие, блин, мы на одной волне. Он понимает меня. Есть такое, что я иногда смотрю мультфильмы и думаю, что ты делал, Спанч Боб, когда ты не в кадре. Типа, такой же ты энергичный. Спанч Боб похож на сыр, кстати. Мы близки к ответу на загадку, что надо детям посетить. Рокфор, все, дело закрыто. Нет, там в ЧПДЛе, там реально гаечка просто тоже была секс. Да, гаечка вообще секс, гаечка. Она моя самая, короче, любимая героиня из всех. Она секса, трахал ее Рокфор. То есть такой прям это секс. Я думал, вжиг ее трахал. Мне еще вжиг нравился, помнишь, муха? Его поэтому так и назвали, да. Он их всех трахал. Очень быстро. Чпок и Дейл. Порда, эти порда версии, чипы Дейла нарисую. А ты никогда такое не делал? Типа, ты рисуешь для ребенка, ну типа рисуешь детский мультик, потом заканчивается рабочий день, ты такой, погнали. Да нет, наверное. Блин, я вообще не понимаю людей, которые рисуют что-то типа, вот как фанфики, да? Секси Симпсоны, да? Да, ну это же работа, блин. Ты прям тратишь свой трахал. Реально потратил время на марш сиськами, типа. Сиделки больше нечего. Причем хорошо волосы нарисовал, молодец, конечно. Но никто этого не замечает. Я в основном на волосы смотрю в анимационном порно. Что-то я хотел сказать. Да и в обычном порно. А вот это хорошее начало для разговора. Вот видите, вы тоже не знаете, что нужно детям. Вы сыр такие, и все. И мы на этом остановились. Машинки, машинки, взрывы мультяшные. Смешные звуки. Да, звуки. Да, звуки, звуки, обязательно. И глубокие диалоги. Чтобы все было ярко, нет? Просто чтобы все было ярко и сыр. Ярко, динамично, животные. Но вот они бы из всех подошли бы к первому Гарику, ребенку. О, смотрите, как он яркий. Я такой, ой, иди сюда. Причем, мне кажется, уже пора в мультиках больше крови делать, чтобы как-то реалистичнее все было. Короче, ну да, вот мне не нравилось, что животные... Меня бесит, что животные... Я не хочу смотреть мультики. Мультики бывают крутые, но всегда делают героями каких-то животных. Я устал смотреть на животных, разговаривающих в мультиках. Мне нравится, когда герои и люди в мультиках тоже. Прикольно же тоже. Лила и Стич, класс. Да? А телепузики, например, да? Это же наркомания жесткая. Телепузики — это детская передача вообще. Это не мультик. А это не мультик? А ты думал, он так хорошо нарисован? Там люди в костюмах телепузиков. И солнце реально не встает с лицом ребенка, если что. Телепузики — не мультик? Гар, извини, я давно хотел тебе сказать. Тинки-винки? Мы про один говорим? Тинки-винки, дипси, ля-ля, по. Давай не будем продолжать. Извини. Что мультик, там ребенок идет, подходит к медведю, чтобы поговорить с ним. Медведь его жрет, потому что так происходит в реальной жизни. Да, это реальная жизнь, так и должно быть. Скуби-Ду вот так зависает над пропастью, так и падает, и разбивается прям в кровь. Фарш такой. Вот, более реалистичные мультики, потому что типа хотят вроде бы донести действительно какие-то жизненные уроки через мультики, но действительно девочка подходит к медведю, и он ей дает жизненный урок. Какой здесь на самом деле жизненный урок? Что нужно подходить к медведю, и он тебя чему-то хорошему научит? И у этого миллиарды просмотров на ютубе. И девочка какая-нибудь в Калужской области увидит медведя, такая, ой, подойду, как Маша. Подойди, подойди. Да. Да, минус один просмотр. Ну да, кстати, если тогда делать мультики про животных, надо фокус группы из животных набирать, чтобы медведь сидел, и у него тоже спрашивали, нормально, что у тебя, да, ты? У нас у медведя вообще все по-другому в быту. Вот я бы ее убил уже. Я здесь-то только ради денег. Если вы с девушкой сосетесь, так, вы рассчитываете, что после этого будет секс? Не всегда, наверное. Смотря где вы это делаете. Ну вот где, ты подумаешь, что секса точно не будет. Поминки. Автозак. Типа, когда тебя от нее прямо отдирают менты. Или ее парень. Да, ну то есть есть ситуации, после которых вряд ли. Зависит от динамики языка. Нарисуй график мультипликационный. Я не к тому, что это чему-то обязывает. Просто оказывается, есть несколько мнений на этот счет. Я всегда думал, что если мы с девушкой сосемся, то как будто это вопрос времени. То есть это как бы мы оба языками дали согласие на секс. Ну да-да-да, это первый этап обмена жидкостями. Да-да, но это как руку в штаны засунуть, и потом, не, у нас ничего не будет. Нет, скорее на оральный секс поцелуй, потому что от языка идет, а петинг это уже на секс. Моя теория. Вы подписывайтесь на мои курсы сексологии. Ну и к тому, что вот если вы с девушкой сосетесь, по твоей логике, получается, если во рту приятно, то и там хорошо. Нет, тут коннект языка же идет. Короче, что тебя именно... То есть у тебя есть какие-то девчонки, с которыми ты... Ну то есть может быть кто-то просто не хочет нам на первом же свидании или при первом же... То есть возможно это первый момент сближения, и там, ну в следующий раз, ну да, по идее, должно быть. Но если вы, грубо говоря, с какой-то девчонкой в течение года встречаетесь и только целуетесь, ну прекрати, это что-то странное. Я не знаю, она ворует твой биоматериал. А если в бутылочку играть, то все должны переебаться, что ли? Ну нет, это... Я иногда всех одноклассник с почти чпоком. Вы сосались в бутылочку? Ты не играл в бутылочку? Я играл, но прям сосаться надо было. Ну там типа... Там типа в несколько... А вы как? Вы руки жали, дружище? Нет, там только парни были, мы вот так вот делали. Кавказская бутылочка. Когда-то вот так... Только в щеку, как при приветствии. Да бутылочка это тупая игра. Тупейшая, но там в несколько этапов, по-моему, ну у вас... Не было? Ты сосался... Сначала в щеке, потом... Ты целовался с языком, с девушками в бутылочку? Да. Просто... Вчера. Круг... Круг девушек, и вы типа... Половина девочки... Там две девочки, 40 пацанов. И вы просто по очереди, как в девятой роте. Нет, желательно, чтобы поровну было, наверное. И ты сидишь такой... Гархойт сейчас преподает уроки бутылочки. Там несколько этапов. Да не фольгу убери, Иванов. Не та игра, фольгу убрал. Крутанул. Че за дым пошел, блин? Соситесь. Не, ну для многих вообще был первый шанс. У тебя, по-моему, какие-то там задротики такие, знаешь, были. Ну, парни, задротики. Я такой кавказец, знаешь, с вырезом такой, волосатая грудь, все, седьмой класс. И мы сидим, и да, и у меня такой... Я помню, как девочка отказалась со мной сосаться, я прям помню. Когда на нее выпало, она такая, не, можно я с Гариком? Мы один раз играли... Это игра. Классом. Ну, там, не все, не прям... Ну, это не классный час был. Окей, просто... Ха-ха-ха! Ну, знаю, вписка была. И было условие, что можно, по-моему, целоваться, но если не хочешь, то нужно с себя снять какую-то вещь. Ого. Вот. И один парень, он разделся полностью в итоге. Он вообще не хотел, видимо, ни с кем целоваться. И он сидел вообще голый. А мы на полу сидели. Там просто так смешно было, что он сидел голый, вот так прикрылся подушкой, а там линоле... И на этом конец, пожалуйста, конец выпуска, на этом сделайте. Все все такие, так что... Он пьяный, он встает, подскажется и прям с жопой на лицо девчонки. И вот эта бутылочка, это после засоса идет, с жопой на лицо сесть. А он реально это выждал. Он такой, я целоваться ни с кем не буду, я хочу жопой на лицо. У меня своя игра. Какую игру он ведет? Девочка задохнулась? Там был какой-то конец? Ну, с ней больше никто не целовал. Ее потом до конца школы звали жополиция. А не лингус? О, Маш, расскажи. Блядь, надо так упасть было. Это что, мистер Бинс? Да, хорошо. У тебя есть какие-то... Подскользнулся на банановой кузове. И еще звук такой был. Прикольно, когда потом вы узнаете, что у него так каждый раз. Это прям не в первый раз. Это проклятие какое-то, да? А прикинь, долгий его план продуманный был. Снимать, снимать, снимать. Потом я 20 минут потею жопой. Он хотел ее впечатлить, он просто влюблен был в нее. А линолеум был, это кусок линолеума, который он с собой носит. Как брейк-дансер. Масло выливает при всех. Такой сид обмазывается. Все, кроме жопы, чтобы она прям сухая была. А вы просто тупо ржать начали? Чтобы его невозможно было с нее снять. Она вот так... А вы такие, кто-то на нее выпал из соседа, лезете с ней под жопу. Как хорошо, что вписки позади.